Елабуга. Город с тысячелетней историей. Сегодня в ней сосредоточено большое количество объектов исторического и культурного наследия, увидеть которые рады и местные и приезжающие в Татарстан путешественники. Главные задачи своего проекта эксперты из КФУ определили развитие своеобразия архитектурно-пространственных решений, сочетая при этом интересы жителей, туристов, бизнеса и культуры. Именно поэтому в рамках проекта специалисты исследовали демографию города, его социальный процесс и существующие ресурсы. Работа была уже проделана огромная. В течение двух лет КФУ проводил научное исследование и проектирование реальной и апробацию этой концепции. Она утверждена. Но дальше предстоит еще более немаловажная работа, потому что впереди ее необходимо реализовать. Это очень важно. Но ценным является то, что при формировании проектных решений и предложений мы выбирали точки роста территории. Мы смотрели, где уже есть потенциальный инвестор. И мы подготовили как раз такой пакет документов, чтобы инвестору было достаточно комфортно с точки зрения бюрократических процедур их минимизировать и уже заниматься реальным инвестированием и благоустройством, созданием комфортной городской среды на этой территории. Работа над проектом длилась около двух лет. В течение этого времени специалисты КФУ проводили научное исследование и проектирование. Помимо разработки новых объектов, которые могли бы отражать исторический облик Елабуги, было озвучено два предложения по объектам культурного наследия. Первым из них стал вытянутый одноэтажный корпус, на месте которого ранее были торговые ряды. Второй – усадьба стипичной для города конструкции – каменный низ и деревянный верх. В дальнейшем она может стать гостиничным домиком – бутик-отелем. Это не только поспособствует привлечению потенциальных инвесторов, но и новых туристов, что также улучшит экономику города. Но наша задача, как мы себе формулировали, это максимально полно помочь увидеть потенциал в этом городе администрации, инвесторам и многим другим заинтересованным как бы вот стратам, как при этом сохранить и учесть особенности наследия архитектурного. И что особенно важно – разработать подходы к современной архитектуре, которая там, несомненно, должна появиться, потому что это должны быть живые города, наполненные жизнью современной. Важным в реализации проекта является определение границ исторического поселения, так как в соответствии с законодательством вся историческая деятельность должна проходить через рассмотрение специальной комиссии. Также эксперты Казанского федерального университета дали рекомендации для работы за пределами исторического поселения и регулирования высоты и качества архитектуры застройок. Главным по-прежнему оставалось показать потенциал города, но при этом сохранить и учесть особенности наследия. Все новые постройки, которые современные абсолютно, они будут оформлены как раз в такой, скажем так, елабужской стилистике. Они будут современные дома, но с отсылкой к историческому прошлому. Но при этом внутри это будут вполне функциональные объекты, как под современное жилье, так и под современные бизнес-функции. Для того, чтобы территория была привлекательной для инвесторов, она должна иметь, соответственно, прозрачные условия игры. Что это означает? Каждый должен понимать, сколько я могу здесь, допустим, построить, сколько я могу вложить и сколько мне получается, и с какой срок я эти деньги могу, получается, приумножить. В село в ходе исследования в рамках разработки концепции командой КФУ было выявлено 320 исторически ценных объектов на 20 улицах города. Сроки полной реализации проекта пока сказать сложно, но процесс уже запущен, поэтому с нетерпением ждем, когда елабуга засияет новыми красками. Алексей Кашленк, Кристина Отехина, Николай Осуховский. Универ Новости.